Царь из Джайпура напал на него и он еле спасся, он еле унес ноги, он перебежал, чтобы сохранить свою жизнь. И он очень страдал, он жил в лесу, чтобы выжить, чтобы они убили врагов. И он там жестоко страдал, представьте, после дворца в лесу, в индийском лесу. И так он мучился, и как-то даже была ночь, и его мучили все эти насекомые, он вообще в конце концов упал в Канаву, он очень скверно себя чувствовал. Ехал Паванкин, ехал, шел в экипаж, и какой-то человек увидел, что кто-то страдает там в Канаве, и он помог ему выбраться, утешил. И он рассказал, что в темноте, что это тот самый Вайшнау, который он оскорбил, который не смог попасть к нему во дворец. И он, вернее нет, извините, немного забежал. Темно было, да, была ночь, и они друг друга не узнали. И этот Чудагангадев Махараджан сказал, что я в таком положении, но вот, я так и опустился, потому что я оскорбил вот этого своего друга Вайшнала. Я оскорбил его. А тот узнал его, второй, это он и был. И он узнал его и сказал, что ничего, так как ты раскаиваешься, то скоро ты вернешь свое царство опять. В скором времени ты займешь свое положение. Так как, как мы вначале говорили, да, это цикличность. Времени она подразумевает, вот почему и Канаве, что те же наши повторяются. Что можно всегда все исправить и очиститься, и избавиться от этого всего, что у нас накопилось. И он продолжал вот все. Дальше ему встретилась, когда уже расстрелось, ему встретилась театральная труппа, которая шла в Пури на коронацию нового царя. Так как, когда царь завоевал, то теперь он был царем еще и Пури, и был праздник по торжеству, поэтому было. И этот театр приехал выступать туда. И они видят, что он такой статный, неплох с собой, и они взяли его там носить что-то, помогать. И они играли представление о том, что как раз стали драму о завоевании этого царства. Вот как этот чехода Гангаделл был побежден, как этот царь завоевал Пури, как раз в этом был спектакль. И заметили, что этот нищий бомж, он хорошо подходит на роль этого царя бывшего, поверженного. И его одели, дали ему меч, коня, и он должен был играть этого царя, который побежден, и его изгнали. И открывается сцена, где сидит новый царь же, празднует все эти торжества в разгаре, и вот должна быть драма, как он опять приготовился видеть, как он победил, свою победу опять. И мы... Наконец-то, да, зрители, да, уже улюлюкали, ждали начала. И открылся занавес, выехал на сцене этот актер, этот царь, который одетый актером в самого же себя, да, игравший в самого же себя. И все ахнули, ну его видят, тоже министры все его бывшие, все, ну вся его свита была уже при новом начальстве, но они все были те же. И они, вот он как бы этот актер похож на нашего царя бывшего. Хорошо. Да, вот как загренировали, да, и он по статуре тоже. И этот Махарадж, что-то Гангадеев, недолго думая, ему он был на коне с мечом, он недолго думая подскакал к этому своему врагу и трубил ему голову. И все, и сел на трон. Все, и я вернулся. И он снял эти все маскарады, все увидели, что это не актер, это он и есть. То есть, вот так, дорогие предыдущие. Как бы и скажут. Да, если вот так вот. Да, так бы и скажут. Можно лишиться головы. Потому что если так вот как-то выделяться, так действовать, не просто быть слугой, то можно все терять, можно все приобретать. Но, опять же, в конце концов, можно лишиться головы. Поэтому, как здесь молится царь Законти, что нужно... Что-то джан майшварья, всю эту джанну, там, для еды на Украине, это гордость. Или там, где-то еще, там, не знаю, где угодно. Майшварья, да, то есть можно там, не знаю, накопить, там, не знаю, 10 тысяч долларов. Очень сильно гордиться этим. Там думать постоянно, как их куда их уложить. Это не слишком нам поможет. В роковой час. Шрута. Шрута – это знание. То есть, можно вот какие-то делать сумбурные сообщения, какие-то. Можно немножко возродиться этим, в конце концов. Если я вижу, что люди улыбаются и слушают. Шри тут, шрибир. Шрибир – это, конечно, трудно использовать. При этом служении. Ему тоже можно. Шри – это красота. Слава Богу, что она с Хоотечного, чем на Средних планетах. Но, тем не менее, трудно. Если человек красивый, ему трудно. Тем более, Господу. Что я хочу сказать всем этим, что наша придача, наше счастье, оно обратно, да, обратно пропорционально зависит от величины влажного эго. То есть, насколько я вот так как-то спонтанно, или не спонтанно, там, не знаю, одеждой, чем-то еще выделяюсь, или, да, не то, что выделяюсь, а хочу выделиться, то настолько мне будет трудно искренне взывать, как правопад здесь пишет, что Кришна будет трудно. Сколько, какую ни возьми, молитву, в песеннике, да, то никто там, никто не молится, что вот я, я там такой, такой, Господи, прими меня, такого, как я есть. Все молятся, что я негодяй. Ну, это правда. Ну, я имею в виду отношения к этому. Ну, там все. Ну, на ваш суд такое маленькое сообщение, что вы думаете, да, девушка, скажите, что вы думаете. Может, какие-то есть мысли, или где-то, да, кто-то что-то мыслит. В этом деле. Ты спрятался, пошел, парк. Да. Не знаю, что я с ним. Много уроков, да, мне много уроков. Вы имеете в виду, что Девима не пробует сидеть на вашем месте? Да, пошел. Уходим. Да, просто как, знаете, когда пуджаришь, то вот есть божества, да, и пуджари, то все же приходят смотреть не на пуджари, ну, я надеюсь, что-то. А на даршан даже сплава. Пуджари просто махает, а пахал. Но сам процесс происходит, сама, ну, самая сладость между преданными и Господом. Какой-то союз глаз, так сказать. Какой-то на даршан Господ. Да. Тот, кто говорит это просто как пуджари, он как обслуживает саму атмосферу, само действо и само, это, так сказать, дальше. Все это вот здесь на самом деле. Джай. Ну, а сейчас, это было маленькое вступление, а сейчас, разве, упал, пробуем. Да, сплюешься. Чай. Хачил палку. Джай. Томерское ядраке. Джай. Дивиманья Прабу. Свами, Госвами, Парамага Мусалпари, Враджака, Бабаджи, Махараджа. Ки. Здравия. Ну, приятно. Ха, я не скрою. Я тоже приятно. Хорошее отношение. Ну, мы бахнем, сопровождение. Стою безбудшую. Да, все. Все так, как это. Любовь. Ну, я так, как и я, кедусь. Потому что реально, кажется, совсем армаз. Я ж не просил этого, я не ждал, само пришлось, так как это последнее, что скажу, посмешительство, вот этот, в Индии, у меня даже друг, не то что в Индии, ладно, у меня друг был, просто он сейчас ушел, к сожалению, как ушел, просто из общества, он свои бабой увлекался, наверное, увлекается, разошел. То, там тоже, с чего все началось, или вот это движение Сао Минара Айн, да, самый большой храм сейчас в мире интуистский, там, за полмиллиарных долларов, чем, с чего это все началось, он просто был какой-то наизматичный лидер, йог или мистик, и в какой-то момент, ну так как хочется после него стать таким же, а не получится, потому что он какие-то аскеты совершал. Следователи говорят, что, да ты сам Господь, а он, нет, он не отрицает, я не говорил, это они, я никогда такого не говорил, это они сказали, но потом, у них есть шанс стать такими же Господами, когда он умрет, они же знают, что он умрет, они же знают, что он не Господь, но так как он был Господом, и потом, я после него, то кто я? Как минимум, полулуха, или там, худой конец, полулуха, но так это все работает, очень, в общем, все естественно, в кавычках, но доводит мне слезы. Так что, может потом как-то царь прискакать. Кавская вода. Да, да. Пока не поздно, я отсюда слезу. Пока я жив. Спасибо большое. Спасибо. Святая Елена Андрая. Что? Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...